Всем привет! Я снова с вами. В нашем сегодняшнем выпуске мы расскажем вам о Мартине Скорсезе. Американский кинорежиссер, актер, продюсер и сценарист, лауреат премии «Оскар». Родился он 17 ноября 1942 года, во время войны. Нелегко парню пришлось. Скорсезе вырос в католической семье. Мать Мартина, Кэтрин, родилась в 1912 году, а отец Чарльз, настоящее имя Лучиана, годом позже. Росли они в маленькой Италии, где Кэтрин ходила в среднюю школу, которую бросила, так и не окончив. Вместо учебы она устроилась на фабрику по производству одежды для детских кукол. Скорсезе также вырос в маленькой Италии, самом криминальном районе Нью-Йорка. Неудивительно, что уже в пять лет он увидел человека с простреленной головой, лежащего на тротуаре. Мама поспешала перейти на другую сторону улицы. Я спрашивала ее, что случилось с этим дядей, но она ничего не отвечала, лишь сильнее сжимала губы и ускоряла шаг. В нашем районе было много насилия. Беги, сука, беги! Жизнь в итальянском квартале была не из легких и наложила отпечаток на творчестве режиссера. В детстве он часто болел астмой и поэтому не мог играть с другими детьми, из-за чего его родители или старший брат брали маленького Мартина с собой в кинотеатр. Именно в этот период жизни у него и начинает развиваться страсть кино. Особенно он полюбил исторический жанр. Два фильма этого жанра, «Земля фараонов» и «Эль Сид» имели глубокое и долгое влияние на него. А также в этот период у него развивается страсть к нереалистическому кино. Десятилетний мальчик самостоятельно пришел к режиссерской экспликации, потому что это росло у него из души. Снимать кино было его призванием задолго до того, как он сам это понял. Но в 17 лет против воли родителей он бросает семинарию ради учебы в киношколе при Нью-Йоркском университете, где изучает сначала английский язык и литературу, а затем кино. Также он работал в монтажной на киностудии. Кино в их семье считалось греховным увлечением. И в детстве Мартин уединялся и играл в собственную игру. Он выдумывал актеров, расставлял их по местам и придумывал разные приключения для них. Он начал страстно увлекаться кино, но считал это грехом. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Однажды на одной из исповедей он признался своему духовнику, что задумывается о самоубийстве. Служение богу у Мартина так и не получилось. В итоге, махнув на все рукой, он решил посвятить жизнь кино. После прохождения военной службы Мартин поступил в Нью-Йоркский университет, где снял свои первые короткометражки, а также полнометражный фильм «Я позвоню первым» 1967 года. Но он оказался неудачным. Печалька. Скорсезе вступал в брак целых пять раз, четырежды разводился. Его первой женой была Лоррейн Мэри Брэннон. В этом браке у него родилась дочь Кэтрин. С 1976 года он женат на писательнице Джулии Кэмерон. В этом браке родилась вторая дочь режиссера, Доминика Кэмерон Скорсезе, которая стала актрисой и снялась в фильме «Отца. Эпоха ненависти». С 1979 года по 1983 год он женат на актрисе Изабелле Рассалини. Однако у них опять что-то не вышло. И с 1985 года он женат на продюсере Барбаре де Финни. Ну и снова пошло что-то не так, поскольку их брак распался в 1991 году. И с 1999 года Скорсезе женат на Хелен Моррис. В этом браке у него родилась третья дочь Франческо, которая снялась в его фильмах «Отступники» и «Авиатор». После этого он снимает еще две картины. Полудокументальный фильм уличной сценки и Берта по прозвищу «Товарный вагон», основанный на реальной истории. Мартин Скорсезе имеет не только вспытчивый характер, как и подобает итальянцу, но и награжден различными фобиями, превращающими его иногда в настоящего невротика. Так, например, и режиссер панически боится летать, а также он боится злых духов, заглаза и демонов. Ну что уж, совсем странно, числа 11. Мартин не может объяснить страх перед этим числом, но вот, например, если на автостоянке единственное свободное место 11, он отменяет все свои планы и возвращается домой. Помочь режиссеру пытались многие психоаналитики, но все безуспешно. Как признается режиссер, единственное, что его может успокоить, это близость любимой женщины. Теперь понятно, почему он пять раз вступал в брак и имел множество любовниц на стороне. На одной из вечеринок Мартин встретил начинающего актера Роберта Де Ниро, который, оказывается, жил в детстве по соседству и помнил Скорсезе. Вот это поворот! Потом он снял в следующих его фильмах «Излые улицы» 1973 года. Фильм был высоко оценен критиками и имел успех. «Таксист» 1976 года. Картина имела невероятный успех и получила 18 кинопремий, в том числе 4 «Оскара» и «Золотую пальмовую ветвь». Критики ярко отметили роль Де Ниро, а также признали талант Скорсезе. Наконец-таки! Фильм «Нью-Йорк, Нью-Йорк» закрепил за Скорсезе популярность. Но слава имела и обратную сторону, так как режиссер пристрастился к наркотикам и чуть было не умер от передозировки кокаином. К жизни его вернул Де Ниро, уговорив поставить его в фильм о боксере. Хоть Скорсезе и не любил в фильме о спорте, но он все-таки согласился, потому что был обдолбанный. Нет, это не так. Как там? Обдолбанный? «Бешеный бык» 1980 года. Фильм был хорошо принят критиками, а Роберт Де Ниро получил Оскар за лучшую морскую роль. Этот фильм считается одним из ключевых в творчестве режиссера. «Король комедии» 1983 года. Критики назвали фильм самым лучшим, незабывающим, пугающим и одновременно забавным. А американцы считают роль Руперта Пупкина самой удачной работой Де Ниро. «Славные парни» 1990 года. Картина имела невероятную популярность и возродила интерес к мафии на целых 20 лет. Некоторые критики считают фильм не только одним из лучших в карьере Скорсезе, но и лучшим гангстерским фильмом в истории. Де Ниро удалось стать центром картины, вокруг которого были сосредоточены все происходящие события. «Мысль страха» 1991 года. Герой Де Ниро был просто бесподобен. Он был безжалостен не только в заключительной сцене, но и на протяжении всего фильма. Мы изменили много сцен, но оставили такими же, как в старом фильме, конец и музыку. Это был эксперимент. «Казино» 1995 года. Картина, возвратившая былую популярность Скорсезе и Де Ниро, ставшая классической еще до выхода на большие экраны и в прокат, возродившая традиции хорошего гангстерского фильма. В 2002 году состоялась премьера кинокартины «Банды Нью-Йорка», с которой, как читают многие, пришла вторая волна популярности Мартина Скорсезе. С этого фильма началось сотрудничество режиссера с Леонардо Ди Каприо, которое было плодотворным и принесло обеим деньги и славу. «Банды Нью-Йорка», «Авиатор» 2004 года. С выходом фильма стало понятно, что у режиссера появился новый актер-фаворит – Леонардо Ди Каприо. «Отступники» 2006-го, «Остров проклятых» 2010-го, пожалуй, самый напряженный психологический триллер последних лет и «Волк с Уолл-стрит» 2014 года. Были высоко оценены критиками и получили множество кинонаград на различных фестивалях, а также собрали миллионы долларов в прокате. Позднее Мартин Скорсезе говорил в ответ на обвинения в пропаганде жестокости. «Я снимаю кино об одиночестве, о стремлении к чистоте и правосудию, о необратимости греха. Но если получилась пропаганда насилия, простите меня, люди». В фильмах Скорсезе много крови. Крови. Кровушки. Мартин неоднократно признавался одним из величайших режиссеров современности. Скорсезе является обладателем около 105 всевозможных кинопремий и наград, включая Золотую Пальмову Ветканского фестиваля 1976 года, Золотой Глобус за режиссуру 2003, 2007 и 2012 года и множество других призов, в том числе и премии Эмми. На счету Скорсезе 288 фильмов. Чего добился ты? В фильме «Подпольная империя» 2010 года Скорсезе выступил не только исполнительным продюсером «Подпольной империи», но и режиссером пилотного эпизода. Да-да. Фильм «Хранитель времени» 2011 года. В отличие от своих ранних картин, Мартин Скорсезе, ровно как и герой, увлечен красотой декораций, а не достоверностью сценария. Но все равно этот фильм можно воспринимать как урок по истории кино. Кроме художественного кино, Мартин Скорсезе поставил несколько документальных картин, наибольшую известность из которых принесла «The Rolling Stones», рассказывающая о легендарной рок-группе. Также он был одним из монтажеров фильма «Вудстолк». Парамаунт, занимавшийся прокатом трех последних фильмов Мартина, «Хранитель времени», «Остров проклятых» и «Волкс Волл-стрит» продолжит сотрудничество с классиком. Студия договаривается о дистрибьюции его следующей работы – исторической драмы «Молчание», которая должна выйти на экраны в ноябре 2015 года и будет бороться за «Оскар». Я не знаю, что это было, но она будет бороться. 72-летний Скорсезе планировал съемки этого фильма еще с 2000-х годов, но только сейчас киностудия «Парамаунт Пикчерс» решила помочь ему в этом. На сегодня все. До скорых встреч. Я думаю, вам было интересно. Пока!